А так, следующий вопрос, я вот уже знаю, кто хорошо знает, член нашего бизнес-сообщества, постоянно посещает все наши мероприятия. Так, Людмила Войнова, председатель правления Асвеобанк. И вопрос, Людочка длинная написала, чтобы я читала так и читала. Так, слушаем вопрос. НБУ говорит, что банк — это прежде всего кредитное учреждение. А если Укрпочта не собирается кредитовать, вопрос, зачем становиться банком? Может, финкомпания — это Укрпочта с определенными лицензиями? Разве принимать платежи и менять валюту нужно быть банком? Или мы много вкладываем в слово «банк», и это не обязательно кредитное учреждение по бизнес-модели? Добавлю, постановка вопроса НБУ при проверке нашей бизнес-моделей. Если вы не кредитуете, сдайте лицензию и станьте финкомпанией. Да, это всегда при проверке Национального банка прежде всего звучит вот… Коллеги, смотрите, я вам скажу честно, есть международные финансовые институты, которые хотят, чтобы мы стали полноценным банком. Они видят в этом возможность развития кредитования фермерского хозяйства, развития кредитования на селе, развития розничного кредитования. Но если я бы пошел на это, это была бы прямая конкуренция с банком. Я бы, наверное, многих бы и обыграл с учетом того, что у нас уже на сегодня более 5 миллионов клиентов. Но я не хочу этого делать, я не хочу заниматься этим. Да, я хочу построить, как я сказал, цифровую модель диджитальную для того, чтобы, возможно, какие-то более прорывные небольшие банки с замечательными кредитными моделями могли достучаться до клиентов. Поэтому вопрос, могу ли я построить банк, я сказал, давайте представим завтра, не хочу называть какой банк, с крупным частным владельцем. Покупает 49% акцию Укрпочты. Вот и все. И мы становимся банком, рядом с банком, даже, собственно, без принятия закона. Поэтому, может ли такая модель быть? Может. Поэтому, как я сказал, мы уже принимаем платежи, мы уже меняем валюту. Все, что мы хотим, получить право на текущие счета и депозитные счета. Почему? Это снижает. У нас в селе очень маленькие чеки. Когда нам говорят, станьте агентом, я говорю, ну хорошо, стал я агентом, выпустил карточку. Если я провожу платежи по картам, какую комиссию я должен брать? Но если максимально я могу взять за комиссию приема коммунальных платежей, это там сейчас, наверное, 1%, заплатить визу или мастер-карту, и я что, буду в минус работать? То есть вопрос в том, что на платежах нет маржи, чтобы ей с кем-то делиться. Поэтому все, что мы говорим, дайте нам возможность иметь текущие счета, чтобы низкомаржинальные продукты. И мы могли, с одной стороны, оказывать, с другой стороны, перестать возить тот огромный объем налички, который есть. Поэтому мы предложили такую квази-модель, чтобы не конкурировать с банками и в то же самое время улучшить доступ банковских услуг в стране. Хорошо. Смотрите, уточните. Да. Да. Давайте, дадим. Если что, Национальный банк против нашего закона. Здесь вопрос стоит о другом. Вы заявляете о том, хотите стать банком. Национальный банк считает по своей бизнес-модели. Если вы не кредитуете, то вы не кредитное учреждение, и вы банком быть не можете. Возможно, вам нужно не банком становиться, а финансовой компанией или той же Укрпочтой, просто с расширенным перечнем услуги. Смотрите, у нас была эта дискуссия. Мы для того, чтобы дискуссия была живая, привезли клиентов прямо в Верховную Раду. Там было представители НАБУ, Национального банка, и мы привезли клиентов бабушек. Мы говорим, уважаемый Национальный банк, вы продвигаете законодательство, пизде-ту, финансовые компании, и каждый может пить финансовую компанию и, условно говоря, гонять деньги. Я говорю, вот сидят бабушки, мы им сейчас приносим пенсию домой. Ближайшее банковское учреждение до них, вот я говорю, скажите, с какой она, 50 гривен доехал, 50 туда, 50 обратно. Бабушки, вы откроете у нас счета, но финансовая компания, мы помним, не может оказывать сберегательные счета, правильно? То есть это может быть только, по сути, цифровые деньги. Бабушка, смотрите, у вас такая прикольная ценовая пропозиция. Значит, вам раньше приносили деньги домой, теперь это будут цифровые деньги, а вы будете на маршрутке фигачить до ближайшего банкомата за 100 гривен, 50 туда, 50 обратно, чтобы снимать деньги. И ничего вам капать на счет не будет. Я говорю, скажите, пожалуйста, авторам закона, насколько вам нравится эта идея? Идея не очень понравилась. Поэтому мы понимаем с учетом того клиента, тех клиентов, которые есть, вот этот цифровой кошелек Apple Pay, ну не очень зайдет. Особенно в селе, да, особенно в сетом мобильной связи. Поэтому мы говорим, мы придумали такую модель, хотите, называйте ее банком, хотите почтово-финансовым банком. Ну, мне, честно говоря, вообще название, мне название не принципиально. Все, что я хочу получить, это текущие счета, чтобы снизить еще раз свои риски и вытраты на наличные и создать цифровую площадку, еще раз начать набирать кредитную историю до тех пор, пока у нас 40% населения в кэше, никакая кредитная история у них не появится, да, а вы не сможете их кредитовать. Поэтому для меня название не принципиально. Ну, да, назовите это почтовую структуру, вообще не принципиально. Поэтому все, что мы добавляем, это текущие депозитные счета. Спасибо. А, как я сказал, национальный банк против. Хорошо, спасибо. Так, далее у нас Данила. Вот Данилу не знаю. Данил, может, представитесь, кто вы. Расскажите, насколько это возможно, структуру доходов от обслуживания клиентов в селе. Банки закрывают там отделение, а вы остаетесь. Мы не можем, в отличие от банков, закрыть. Мы по закону обязаны быть в каждом населенном пункте Украины. Это то, почему 87 почт мира, посмотрите, Royal Mail, канадская почта, итальянская, французская почта закрыться не может, не имеет права. Выгодно это, невыгодно. Согласно, называется Universal Postal Obligation. Украина, член Организации Объединенных Наций, Всемирный почтовый союз, где мы представляем Украину, это агентство ООН. И у нас есть обязательство. Почта закрыться не имеет права. Просто не имеет. Поэтому, почему во многих странах из почты делают вот последние той точки цивилизации, которая остается, делают магазин, у нас эти обороты только все смеются, гречка, сахар и так далее. У нас оборот по гречке и сахару миллиард гривен в год. Мы продаем этого удовольствия. Почему я верю, что я смогу бабушку заставить перейти на безнал? Потому что я сегодня бабушке за наличную продаю бутылку масла за 30 гривен, а завтра я скажу бабушке, смотри, бутылка масла за наличку будет 30 гривен, а если по карточке 28. Я вас уверяю, бабушку будет покупать по карточке. У меня больше возможностей заставить людей пользоваться безналичными расчетами. Поэтому, как я сказал, вопрос в том, что мы, в отличие от банков, не можем оттуда уйти. Наша задача максимально наращивать там доход, чтобы, но если там не в прибыль уйти, по крайней мере, снизить убытки. Так как на дотации от державы и в НЕСКИ мы не рассчитываем. Я хочу построить модель, которая будет независима. К сожалению, в других странах, я сказал, 95% почт мира получают дотации. Мы не просим ничего от государства. Спасибо. А Владислав, вы хотите задать вопрос? У вас рука такая вот возле микрофона. Да, хотел. Спасибо огромное, Лен. Игорь, вот характер. Знаете, вот был бы на вашем месте, делал бы все то же самое, может быть, даже еще более злобно и агрессивно. Потому что иначе вы тотально все правильно делаете. У вас 5 миллионов, у вас потрясающая экосистема, у вас грех просто не воспользоваться этими возможностями, которые существуют сейчас у Корпочты. Вопрос к чему? Чтобы воспользоваться вот этой базой клиентов. Вот я пришел, я что-то сделал у вас. Вы мне внесли в базу данных, потом начинаете мне продавать другие услуги. Я не делюсь, что через год у вас будут билеты, самолеты, пароходы, путевки, доставка еды. Это нормально, это правильно все. CRM. Скажите хотя бы пару слов. Вот ваше видение. Эту систему, базу 5 миллионов, из которых надо будет сделать 10 миллионов, ее нужно создать. Вот CRM-овскую систему создаете, будете ли создавать? Да, спасибо за вопрос. Создаем. Первые шаги будут сделаны в течение месяца. В связи с тем, что мы все-таки серьезно относимся к защите персональных данных, и мы хотим ее сразу сделать правильно. Более того, мы продумываем каждый продукт до конца. То есть, например, когда вы приходите в банк, у вас, понятно, идет сложная идентификация, но потому что у вас есть доступ к банковским услугам. Если я сделаю такую идентификацию при получении посылок, меня из них эти клиенты сожрут. Они скажут, ни хрена себе, пришли в новую почту, дали номер телефона, все забрали, а вы меня здесь номер паспорта спрашиваете. Поэтому мы делаем систему идентификации такую иерархическую, чтобы все-таки, понимая, что мы конкурируем по другим продуктам с другими компаниями, сделать более легкую идентификацию, чтобы эта база CRM и доступ к конкретным данным, они были правильными для клиентов и, как я сказал, соответствующими правилами. Поэтому ответ «да», создаем однозначно. Очень надеюсь, что, как я сказал, в том числе и по почтовому услугам, вам не нужно будет больше приходить и долго идентифицироваться у нас уже совсем скоро. Хорошо. Спасибо. Далее продолжаем. Евгений Заиграев очень активен, очень приятно. Кредо-банк. Выполняет ли Укрпочта потенциальные требования МБУ к банкам? Готовы ли выполнить нормативы? Да. Не будет означать создание банка необходимость внесения капитала государством? Нормативы «да», кроме кредита, в связи с тем, что мы не будем кредитовать. Все правила к нам прилагаются. Единственное исключение – это к кассам и бронировке машин. Не потому что я хочу какое-то преимущество. Просто бронированные машины в село не доедут. Базовая вещь. Все остальные требования – да, финмониторинг – да, нормативы – да. Так как мы не будем кредитовать на одного заемщика и все прочее, это просто не будет применимо к нам. Что-то был последний еще вопрос, требования. Будет ли Укрпочта становиться учащим? А этот вопрос вы имеете в виду? Капитал? Нет, капитал будет… У нас уже есть капитал. Капитал Укрпочты – 6 миллиардов гривен. Поэтому нам ничего заливать не надо. С учета того, что мы не будем кредитовать, то не надо заливать совсем. Хорошо. Далее вопрос. Будет ли Укрпочта становиться участником фонда гарантирования? Да, ответ – да. Да, отлично. Видите, как все лаконично. Данила представился. Данила из Ощадбанка. Замечательно, Данила. Приятно познакомиться. Далее вопрос от Анны. Анну я тоже не знаю. Будет приятно, если вы представитесь в дальнейшем в чате. Как будет проходить сам процесс кредитования населения? Кто именно и как будет проводить все действия по оформлению знания продуктов и процессов разных банков? Кто у вас такие знания, носитель знаний? Смотрите, я на самом деле считаю, что выиграет здесь те банки, которые сделают свои продукты. И главное, IT-интерфейс наиболее удобоваримым, наиболее удобным и для наших сотрудников, и для клиентов. Я не хочу лишних вопросов. Я хочу, чтобы вопросы клиентам задавались в несколько кликов. Вам нужен кредит? Да. На что? Какая сумма? Все остальное мы должны знать. Потому что если это наш клиент, мы знаем его доход, мы знаем его поступление, мы знаем его… Смотрите, Амазон сегодня выдает в месяц, если не ошибаюсь, 5 миллиардов долларов кредитов. Амазон. Без кредитного бюро, без сложных кредитных, так сказать, комитетов. Вы знаете почему? Потому что он все знает про клиента. Он знает продажи клиента. Он знает, кто сколько, и более того, кто сейчас заходит в рынок коммунальных платежей. И так далее, и так далее. То есть, поэтому мы… Наше преимущество – знание клиента. Поэтому оформить досье, подсказать клиенту продукт. Понятно, что мы не будем знать все продукты всех банков Украины. Мы будем подписываться с 5-7 банков и то, чтобы можно было клиенту просто объяснить. Клиент не выбирает банк, клиент выбирает продукт. Не знаю, на трактор ему кредит нужен, на телевизор и на что-то. То есть, если мы создаем маркетплейс, и банки конкурируют на основе своих предложений в том или ином сегменте. Хорошо, спасибо, предельно понятно. У кого еще есть вопросы? У Владислава, я вижу, рука продолжает находиться. Есть вопросы? Нет уже, да? Снимаем руку. Хорошо. Так, у кого еще есть вопросы, ребята? А вот пришел, приходят, приходят, люди начинают писать. Говорю, окей. Значит, Владимир Насековский, UAPAY. Кредитные средства от банков будут выданы на счета этих банков или на счета клиентов Укрпочты? На, ну, тут же зависит, наверное, от продукта. Ну, то есть, куда они выданы, если человек телевизор купил там или что, ну, то есть, будет кредитный, кредитный счет, естественно, будет в банке. Мы же не кредитуем, поэтому у нас кредитного счета быть не может. Это линк текущего счета и кредитного, чтобы мы собирали кредитный, естественно, открыт в банке. А погашение потом туда же у вас в почте? Погашение, да, клиент приходит, мы у него собираем деньги, как, в принципе, это и сегодня происходит. Часть банков работают с нами уже сегодня, я просто хотел бы максимально кэш перевести в не кэш. То есть, по сути, человек будет открывать у вас же счета и других банк. Кредитные счета в том банке, который выдал кредит, а текущие у нас, да. Хорошо, а если он открывает, он получает кредит, и в продукте предусмотрено, что выдается вместе с картой, на карту кредит выдается? Ну, тут уже будем обсуждать, карта может быть наша, скорее всего. Или Кобренд. Ну, или Кобренд, да, или Кобренд. Супер, спасибо. Против Кобрендов ничего не имею. Хорошо, замечательно. Смотрите, мы должны иметь возможность обслужить этого клиента, просто если он придет с картой другого банка, мои возможности обслужить его в отделении будут, ну, минимально, еще раз повторю, у меня же не будет доступа к его данным. Поэтому, ну, вот эта вся система начинает трошки нарушаться, то есть я смогу, наверное, пополнить эту карту там, но полностью обслужить клиента я не смогу. Поэтому здесь вопрос IT-интеграции в рамках текущего законодательства, я, наверное, смогу узнать остаток по кредитному счету и так далее, и так далее. Поэтому, да, текущийся, да, однозначно у нас, и карточный. Так, хорошо, супер. Вот еще вопросик у нас есть. Если вы откроете счета, вы будете доставлять пенсии, помощь домой, а вы же не можете снять деньги со счета или остаются две отдельные услуги? Смотрите, при зачислении пенсии на счет, почтальоны в любом случае продолжают ходить или в случае мобильных отделений ездить по домам. У них будет, условно говоря, терминал, с которого они смогут, бабушка сможет снять ту сумму, которую она посчитает нужным, либо она заранее будет заказывать ту сумму, которую ей почтальон будет приносить. Так, хорошо. А вот тут вопрос интересный от банкира, но как раз касается IT, IT-IT. У нас тут несколько есть IT-компаний присутствуют на данной встрече. Так, Елизавета Тимошенко, Кредиагрифольбанка. Откройте секрет про вендора программного обеспечения. Какая компания выбрана для разработки IT-решений Укрпочты? Ну, не открою секрет, потому что мы не имеем права выбирать тендер до того времени, пока не будет принят закон. Ну, логично. Ну, да. Логично, хорошо. Так, господа, у кого есть еще вопросы? Пишем вопросы. Можно задавать вопросы? Я уже, честно, устала читать вопросы, поэтому, если у вас... Если говорить еще коротко, у нас есть решение, ну, понятно, сейчас будет тендер, мы смотрим решение, есть фронтовое решение ведущих почт мира, в которые уже встроены банковские финансовые услуги. Это фронт-офисная часть, но понятно, что Core Banking System должна быть тут, и она должна будет интегрирована быть с этим фронт-офисным решением. Хорошо, хорошо, понятно. Так, у кого у нас еще есть вопросы? У меня есть вопрос, что у нас с камерой не видно, как анонимность получается, такая темная. Игорь, два вопроса. Первый, вот вы говорите, что все-таки идея уйти из кэша в не кэш, но если выдавать там любой кредитный продукт, то есть если у клиента есть карточка, то да, там банк может зачислить на номер его карты на счет кредит. Либо же, если у клиента нет карты, то тогда мы возвращаемся к кэшу, даже если есть положительное решение. То есть будет ли Укрпош, что все-таки готово тогда, если у клиента нет этой карточки, он не будет ее ждать, выдавать в кэше. Второе, если все-таки у него есть эта карточка, и он опять-таки тоже, чтобы получить кэш, он не будет ехать за 50 грн в одну сторону, в другую, чтобы пойти на базар. И тогда нужно будет прийти снова в ваше отделение и получить кэш. И такие проекты, я знаю, есть там в некоторых областях, там с тем же Рефайзеном, когда можно было у вас по терминалу получить кэш в отделении. И третий вопрос, я знаю, что уже были, по-моему, не при вас, но, возможно, анализировали вот тот опыт, который был, и была обратная связь, там в 13-м году, по-моему, это Ренессанс, Кредит, Дельта, Платинум, когда почта тоже была фактически, то есть, я так понимаю, была система, куда заводили заявки, и клиенты получали свои кредиты. Спасибо за вопрос. Первый вопрос. Смотрите, по определению всех клиентов Укрпочты будет карточка. То есть, по определению варианта, что мы вам завели клиента, у него нет карточки, быть не может, то есть, по определению она есть. Да, есть счет и карта. Второе. Снятие наличных. У нас уже стоит 5000 наших терминалов, у Укрпочты есть лицензия на эквайринг. Мы оказываем эквайринговые услуги, если не ошибаюсь, мы за 6 месяцев вошли в топ-5 эквайров в Украине. И на сегодняшний день у нас работает функция выдачи кэша из наших терминалов по любым картам любых банков, если я не ошибаюсь. По-моему, у нас нет даже ограничений в этой части какого банка. То есть, у нас стоят не только терминалы других банков, пока стоят, не буду скрывать, что будем расширять нашу сеть терминальную. Соответственно, эта функция есть. И более того, она, безусловно, будет в каждом отделении, в каждом селе, в каждом передвижном отделении. Будет возможность выдачи наличными той суммы, которую человек либо захочет, не обязательно кредит, может захотеть со своего счета с ним. Поэтому, да, эта функция, безусловно, будет доступной. Мы понимаем, что кэш никто пока не отменял. И кэш будет. Наша задача и моя заинтересованность сделать так, чтобы кэш был только дельтой. Вместо того, что я сейчас все выдаю, он был дельтой. Ну что же, я выдал, даже бабушке, выдал 2000 пенсию, потом начинаю собирать 300 гривен платежей, 250 гривен за масло, сахар и так далее. Я это же могу сделать по безналу и выдавать ей только вот ту дельту, которая останется. Плюс, если я вижу в СРМ, в системе, которая была упомянута, что бабушке каждый месяц остаются остатки на счету. Чего же я не порекомендовать, а давайте 100 гривен положим на депозитный рахунок. Только для этого не нужно ехать за 50 гривен на ближайшее отделение банка, а прямо на месте и положим, никуда ехать не надо. То есть, поэтому вот логика в том, чтобы снизить стоимость каждой операции, для того, чтобы это было просто. И вопрос был про опыт. Смотрите, он был успешен в городах, ну частично успешен. На сегодняшний день, как мне кажется, в городах проблем с банками и кредитными брокерами нет совсем. Ну вот их прямо на каждом углу. Играть в эту игру кредитный продукт долгий. Вот очень хорошо, я хочу вернуться к первому вопросу нашей конференции, когда пришли, а там бабушек 50 штук. Да, представьте, что кто-то начал подходить к укрепочке в городе и спрашивает 30 минут на вот это оформление кредита, но его бабушки съедят. Да, ну не та тема. И не надо в городе конкурировать за кредиты. Тут достаточно есть людей, которые умеют выдавать и оформлять кредиты, там, монобанки и все прочее. А вот в селе, во-первых, нету таких очередей, а во-вторых, есть потребность в кредитах. Более того, она появится еще больше, когда люди из кэша, те же фермеры, начнут заходить в не кэш, у них появится кредитная история. И там можно спокойно оформить кредит. Но для этого, опять же, должна быть цивилизация, должна быть инфраструктура, которую мы сейчас строим. Поэтому вот я не ставлю своей задачей конкурировать с банками, чтобы про меня там не говорили. В городе не нужно, а вот за пределами – да. Супер, спасибо. Вот такая небольшая как бы пауза. Вот, Игорь, вы производите очень хорошее впечатление, на самом деле, на наших участников. Вот небольшой такой здесь комментарий у нас от Людмилы Войновой, Асвеобанк. Она задавала вам вопрос минут 10 назад. Вот она пишет. Игорь Смелянский, успехов вам в ваших планах. Видно, что вы горите своим делом и понимаете его профессионально. Желаю сохранить оптимизм и иметь надежных партнеров среди банков. Спасибо большое. Ну, на самом деле, по своей первой специальности я был банкиром. Я управлял тремя банками сам и еще делал пять делок слияния и поглощения. Поэтому, что такое банк, знаю хорошо. Знаю, что такое проблемные банки. Знаю, что такое моней. Поэтому тема близка. Знаю, чем надо. И нам и не надо заниматься. Чувствую себя банкира. Спасибо большое. Был вопрос про процессинг. Нашим процессинговым, эквайринговым партнером является на сегодняшний день компания Укркарту, которая еще два года контракта с нами есть. Так, хорошо. Следующий вопрос. У банков есть ограничения на кредитование, в том числе инсайдеров и связанных лиц. Как вы видите управление собранными от населения средствами? Куда инвестировать, кроме, как вы сказали, других банков? Это очень интересный вопрос. Я думаю, очень интересный в части банковского сообщества. Сейчас, если смотреть на позицию банковского сообщества, ну, официальную позицию, позиция НАБУ, мы все против, Укрпочте не давать. Как поменяется позиция банковского сообщества, если все-таки все поймут, что Укрпочте давать? А вот дальше позиция банковского сообщества поменяется и совместных писем, я вас уверяю, не будет. Потому что есть позиция, например, государственных банков, так, ай-яй-яй, давайте держать деньги только в государственных банках. Есть другая позиция, зачем же нам поддерживать государственные банки, давайте увеличим долю коммерческих банков. И давайте Укрпочте будет держать деньги только в негосударственных банках, чтобы развивать негосударственный сектор. Моя позиция простая. Как скажете, так как регуляторы или государство скажут, так я делать буду. Я считаю, что нужно держать как минимум, может быть, не всех банков ограничить, но просто чтобы я не делал кредитные комитеты, где можно держать и где деньги завтра могут пропасть, не дай бог. Но я считаю, что мы должны держать деньги в широком кругу банков, чтобы это была конкуренция, чтобы была возможность договариваться с банками по ставке размещения и по возвратным ставкам кредитования для наших же клиентов. Поэтому здесь точки зрения отличаются между, как я сказал, держать в государстве, но у меня тогда был вопрос, если нас обяжут держать в государственных банках, от чего я тогда должен платить фонд гарантирования вкладов? Зачем же государство будет страховать себя у государства? Ну, то есть, или вы мне даете возможность зарабатывать, и я тогда за этот риск плачу, или если вы мне не даете, или, например, я должен держать только в государственных бумагах, ну что же я буду государство держать, страховать от себя? Тогда это неправильно, чтобы нас заставляли оплатить фонд гарантирования вкладов. Так что здесь я считаю, что мы должны держать деньги в широком кругу банков и при этом, да, помогать развиваться частным банкам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.